друзья опомнить еще совсем недавно у меня на канале были был обзор на вот такие вот амбушюрки как танк санкей от танзу балансная версия и кто бы тогда мог подумать что будет еще какая-нибудь версия ну да если обратить внимание прочитать что это балансная версия можно было догадаться что будут еще какие-нибудь версии и вот у нас сейчас на обзоре а танк санкей а white bar широкое отверстие из названия этого ролика вы уже понимаете да к чему идет речь то есть как бы танцу еще раз удивили и я думаю что они к этому готовились поэтому поначалу они выпустили типа балансные теперь широким отверстием но еще нас должны ждать как минимум для баса скажем так зауженным отверстием ну ладно давайте изучим коробочек которым приходит данная моделька в этот раз он такой черный но они как бы одинаковые вот этот момент не туфельку напоминает всегда это понятное дело амбушюрка так нарисовано а здесь амбушюрка уже нарисована вот такой вот вот вид сверху здесь вот в разрезе а здесь вид сверху вот ну и тоже как 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 и здесь вот тут как-то завихрениями все это дело нарисовано как выходит звук из этих амбушюр то что они пористые в принципе мы на вид имеем те же самые обозначения короче говоря вот вот такой вот вот такая вот коробочка а в коробочке у нас лежит вот такой вот кейсик для хранения данных амбушюр у меня здесь желтенький как вы можете видеть сразу обратите внимание на ширину звуководов вот зеленые балансные балансные желтые я не доставал кстати те и те амбушюры ко мне пришли благодаря константину он мне и эти подарил и эти подарил за что ему огромное спасибо и вообще спасибо вот всем вот этим вот людям которых вы сейчас видите на экране за то что они пока когда-либо помогали канал список тех людей кто хотя бы один раз за донатил или кто являлся спонсором канала какое-то время может сейчас уже не является или кто-то что-то прислал на канал вот это вот список этих людей которые когда-либо помогали каналу вот и спасибо им за их помощь и вам друзья огромнейшее спасибо за ваши лайки подписки и комментарии за ваши поддержки и очень приятно действительно общаться с вами в комментариях так что если что я вас там жду а то как-то без приветствия начали до сразу как бы побежали в этот самый в дебри в дебри амбушюровские но я очень сильно вам благодарен хочу вас поприветствовать и продолжаем продолжаем это дело вот такие вот они зелененькие и вот эти зелененькие это у нас м очка амбушюры да как видите и вся в принципе разница на вид а по звуку а по звуку будет очень очень интересно и прежде чем начнем а звуки я скажу что ссылку я оставлю на эти амбушюры в описании этого ролика там же будут еще instagram здесь сделал реально прикольные фотки вот этих амбушюр редко так бывает но что самому понравились и facebook там несколько чатиков на аудио тематику прочее много интересной и полезной информации если что заходите посмотрите а пру исследовал я эти амбушюры и сравнивал и исследовал их вот на этих наушниках это tfz t2 galaxy сейчас просто как раз на них готовлю обзор выйдет он гораздо позже сразу предупреждаю всему свое время полежит немножечко в доступе для спонсоров вот не потому что а потому что когда ему будет время скажем так сейчас другие обзорчики должны по выходить вот на таком кабеле тоже на этот кабель балансный а готовлю отдельный обзор тоже выйдет в свое время полос ну и этот кабель вы уже наверное знает кабель моего собственного производства прикольный кабелек вот на нем я тоже как раз вот теперь за эти слушал и амбушюрки проверял ну и вот тут у меня целая рост наушников на этих самом на ммс x-коннекторе это шанлинг м е8 это мера знаменитая и тоже не менее знаменитые in hi-fi p1 плюс вот одни из первых но не первый а скажем так вот как-то после них погнал планаровый хайп после них уже вышли таймлез они были до таймлез что было первым как курица или яйцо если кто-то знает на этот ответ на этот вопрос ответ милости прошу в комментарии извечный вопрос скажем так ладно и давайте теперь конкретно перейдем к данному образцу смотрите какая штука это важно давайте на плюсах покажу здесь будет я лучше всего это дело видно одеваются эти амбушюры для костя ему сначала не понравились когда он взял я вообще не понял такое впечатление что как вкладыши стали эти самые внутриканальные наушники они сели на одни из его наушники ну вот вот так вот так их носить нельзя ни в коем случае только вот так должно быть вот это вот пространство для звука и тогда звук будет а так звука не будет вот сразу говорю так она как бы в ушах будет сидеть реально вот как как внутриканальные наушники превратятся во вкладыши то есть обязательно вот по вот эту вот зеленую видите и вот как раз тут такие вот как насечки для выхода звука все это сделано не просто так видать кто-то над этим думал все это изобретал и в принципе здесь конкретно здесь это работает но только вот таким вот образом получается насыщение воздухом низких частот реально классная но я так понимаю за счет вот этой перфорируем не перфорируем емости не перфорации а за насчет вот этого вот из тисненного покрытия тисненной резины даже вот тисненного ну латексом это не назовешь вот тисненного материала он и за счет вот этого воздухом наполняются низкие частоты просто великолепно давайте для сравнения наденем балансную версию тут тоже такого же рода такого же плана тиснения видите вот на выходах просто здесь все это гораздо шире так вот и на звук это ощущается друзья вот так же шире здесь ну если вот брать меру с мерой был гудеж на низких частотах не сильный не это ну менее приятный допустим вот на мандаринках там было знаете только насыщенная к а хорошо контролируемое звучание такое вот точная то одев вот именно первые которые балансные санки и вот ну я получил так неприятный на низких частотах от звук какой-то такой момент резонанса не резонанса ну вы поняли о чем я говорю такую ну реально такой подгуживание не очень как бы нужное вообще при прослушивании музыки гораздо лучше без него а надев вот эти амбушюрки я получил такое серьезное воздушное наполнение ну это в первую очередь сказывается на низких частотах вот ну и вся сцена становится чуть шире чуть больше наполненный воздухом в ней такое пространство ощущается из этого раскрывается и эшелонирование ну и это это чувствуется это не то чтоб там раз там как в этом навертел там на 35 процентов как вот на кабеле светлеть и мне когда там делаешь обзор на кабеля здесь вот по-другому здесь ты раз отдел здесь уже у балансной версии буду отталкиваться в основном от нее сейчас как-то претингу подойдем там уже и про другие амбушюрки поговорим а пока как бы между ними будем проводить параллель все-таки это действительно вот интересная разница между ними здесь тоже есть воздух здесь он более как бы такой вот плотный более просто пористость приносит в низкие частоты вот классно сочетаются что эти что этим служится светлыми наушниками ну или разумеется вот с планарными моделями очень хорошо вот но здесь узнаете как бывает шоколад пористый да бывает такой вот большие поры то есть сильно такой вот рыхло пористый а бывает такой плотненький но тоже пористый вот здесь вот получается у балансной версии вот как вот этот вот который плотный но пористый он так как бы на глубину и вроде как округлый такой и такой вот плотный но при этом пористый понимаете вроде как вот шарик плотный ну и в нем вот как бы есть поры здесь же все не ну то есть эти поры они как бы шире он более воздушный получается нету той плотности у низких частот которая вот с балансной версии вот это с этой версии широком отверстие вот очень интересно сделано и тут же понимаете вот этот вот воздух которого ну то есть здесь больше выходит он добавляет к эшелонирование он добавляет к пониманию того как стоят инструменты то есть тут глубине и прорисовки сцене то есть мало того что он ее делает шире вот но это еще воздушная наполненность делает но как бы легче понимание где кто находится из музыкантов как именно расставлены то есть вот как бы в пространстве чуть больше расстояние чуть больше воздуха между инструментами ну и не вредит никаким вот знаете к самому телу что важно инструментов само тело инструмента он не делает пустотелым или рыхлым понятно я не рекомендую вот эти вот или эти наушники и амбушюры использовать с темными ну то есть динамическими с таким там где уже как бы темненький такой басик особенно вот ну я же говорю вот эти вот первые балансные версии она все-таки вот как-то как-то вот портит чуть-чуть низкие частоты если у наушников и так все в порядке то есть насыщенные низкие частоты вот ну этот самый широким отверстием она может воздуха принести туда сделать более такой ну как по-новому ваши наушники чуть-чуть зазвучат чуть-чуть по-другому не так как вы привыкли попробовать можно то есть вот но опять таки лучше это звучит именно на светлых наушниках почему я как бы и подобрал вот это вот все дело вот классно это динамические тоже есть обзор на канале когда-то мне и сквайпед их на день рождения подарил замечательные динамические наушники шарлинг им е80 и вот ну тоже здесь вот воздухом она просто как бы наполнила и сделала низкие частоты ну такие более вовлекающие более интересные слои в них какие-то появились а также это светлые динамические наушники вот одни из таких наушников которые вроде как динамо на максимально приближенная планаром когда-то когда-то любили делать товарищи из китая такой вот звук светлый динамический и кстати инструменты прорисовываются в воздухе хорошо и вы че прорисовываются в воздухе хорошо очень очень любопытные амбушюрки и мне в принципе понравились ну смотрите они однозначно обходят балансную версию и занимают 5 месяц так на котором была балансная версия там дальше выше у меня уже идут от spiral dot вот эти вот ай задел чуть-чуть sp100 и ну и к их чести я скажу что но они более понимаете нейтральные что ли они покажут звучание наушников такими киньи из никаких приукрас не внесут не ну то есть это более правильные поэтому ну то есть не дни никак чисто из-за этого санки их не обойдут вот но если вам нужно в звучание принести что-то новое воздуха вот конкретно новое веяние воздуха то все же лучше обратить внимание на останки поэтому эти остаются на своем месте красавчики понятное дело что мандаринки мои тоже великолепно себя чувствуют и показывают сравнение практически со всеми амбушюрами даже те которые амбушюры лучше мандарина они в чем-то неудобны тему по звуку то есть мы шумал по звуку оценим по влиянию на звук вот то есть то эти они как бы ну мне на работе вот вообще великолепно поэтому тоже как бы они делают более собранным мощным более напористым и то есть каждую детальку выверенно показывают вот тут больше это все дела растягивается то есть видишь сразу все детали а тут такое впечатление в мандаринках что ты каждую детальку отдельно прямо воспринимаешь вот ну и спирал доты тоже вот ну не знаю друзья вернее знаю ну не могу понять за что столько денег хорошие удобные мягкие классные ну чтобы это прямо разрыв шаблонов был мне вот больше санкиевские амбушюрки понравились в особенности вот вот это вот новое обновление потому что этих дежур где-то на низко частот на наушниках у которых и так как бы все нормально с низкими частотами они могут вызывать какой-то вот гудежек а эти они которые широким отверстием они воздуха добавят что туда что туда то есть они не испортят ни одни наушники и в этом интересно вот эти вот тоже знаете такая чрезмерная открытость бывает когда вот ну и в этой открытости как-то все смазывается как-то все спутывается как-то все ну то есть не теряешь как-то конкретику и ну если наушники не могут дать тебе конкретику и ты еще на них вот спирал доты оденешь тут и там вообще потеряешься как бы это ну может действительность вот они как бы каким-то супер таким дорогим наушником который сверх конкретные точные детали тогда как бы да но любым скажем музыкальным наушником они больше сумбура приносит поэтому я смело могу рекомендовать вот эту вот эти вот амбушюрки действительно мне даже симпатичнее не даже ну по реально симпатичный баланс на версии ну почему же ставлю их лучше на позицию вот как бы за счет вот этого такого прикольного воздушного наполнения здесь она есть здесь она как бы знаете такое плотненько а здесь более воздушно то есть воздушное наполнение плотно а здесь воздушное наполнение больше вот такое воздушная я надеюсь вы меня все правильно поняли вот такой вот вердикт на эти амбушюры реально честно вот эти вот санки это планарные амбушюры они к планаром просто как бы подходят любым если у вас есть планары обязательно обратите внимание и попробуйте как-нибудь эти или эти амбушюры я думаю не пожалеете мне лично нравится теперь вот эти вот больше все друзья спасибо вам большое за внимание очень рад что вы со мной и до скорых встреч в нашем эфире пока